Телеканал КРТ представляет Цитата Апелляции к нехарактерному для русских туристов поведению из-за нежелания устраивать пьянки выглядят как забористая клюква из западных фильмов про Советский Союз, где все персонажи непрерывно хлещут водку из горла и водят на цепи ручных медведей. Ну да ладно, в конце концов для красного словца и это сгодится. Гораздо интереснее другое. По сообщениям белорусских СМИ, появившимся в день задержания россиян местными правоохранителями, была получена информация о прибытии на территорию Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. То есть российских милитари-туристов белорусская сторона обвинила ни много ни мало в попытке повлиять на исход предстоящих выборов 9 августа. Причем повлиять явно не словесной агитацией, а несколько более вескими аргументами. Но если принять эту версию, то зачем задержанные имели при себе документы на арабском языке и деньги ряда арабских государств, в частности Судана? Какой от них толк при попытке дестабилизации в Беларуси? Или это было всего лишь легендой? Как сообщили российские СМИ в день задержания, сотрудники ЧВК следовали через Беларусь и Турцию транзитом в страны Ближнего Востока. При них были обнаружены билеты на авиарейс в Стамбул. Эту же версию 30 июля официально озвучила МИД России. Цитата. Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс в Минск в Стамбул и была вынуждена задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компании. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компании. 31 июля руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов отверг эту версию, заявив, что задержанные в Белоруссии 33 гражданина России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были билеты на самолет. Кроме того, он назвал показания задержанных непоследовательными и противоречивыми. Так, Агафонов заявил, что 11 из них намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, двое на Кубу, один в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Интересно, что в тот же день, 31 июля, в сеть был выложен текст документа на арабском языке, обнаруженного при задержанных. Это оказался контракт с Национальной нефтяной корпорацией Ливии, действующей на территории подконтрольной правительству национального согласия этой страны. Согласно документу, граждане России являлись сотрудниками частной военной компании «МАР» и направлялись в ливийский портовый город Зувара для охраны нефтяной инфраструктуры. В общем, сплошная путаница. Если сотрудники ЧВК направлялись в Ливию, то зачем все они называли разные пункты следования? Если они были направлены в Беларусь для дестабилизации, то почему не скрывались и не имели общей легенды? Если они собирались вылетать в Стамбул, то по какой причине опоздали на самолет и зачем переселились из минской гостиницы в загородный санаторий в ожидании следующего рейса? Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. Однако все версии, которые в данный момент обсуждаются в СМИ, представляются мне противоречивыми. Кроме, пожалуй, одной. Начну ее изложение издалека. Первое, что нам известно, это то, что задержанные не скрывались и не конспирировались во время своего пребывания в Беларуси. Они передвигались и заселялись в гостинице организованной группой, будучи одеты в стиле милитари. Вряд ли бы законспирированные агенты, прибывшие для координации государственного переворота, вели себя подобным образом. Манера поведения задержанных указывает на то, что у них было все схвачено и согласовано с белорусскими спецслужбами. Вероятно, этот транзит сотрудников российских ЧВК через Беларусь на Ближний Восток был далеко не первым. Минск весьма удобно использовать в качестве перевалочного пункта в период карантина, вызванного коронавирусом, так как Беларусь, в отличие от большинства государств, не закрывала свои границы и не вводила жестких ограничений. Но почему же на сей раз ЧВКшников приняли белорусские силовики, которые были прекрасно осведомлены и об их приезде в страну, и о целях такого приезда? Вероятно, причина кроется в приближающихся выборах. Скорее всего, кто-то в руководстве белорусских силовых структур решил использовать карту российских наемников во внутриполитической игре и получил на это соответствующую санкцию свыше. Идея такой операции могла быть проста, как угол дома. Задержать российских ЧВКшников, обвинить их в попытке дестабилизации и тем самым пропиарить Александра Лукашенко как национального лидера, отстаивающего независимость Беларуси и ее субъектность в отношениях как с Россией, так и с Европой. Для электората Батьки эта история призвана стать свидетельством его жесткой позиции в вопросе поддержания порядка в стране. А для прозападной оппозиции, планирующей после выборов некое подобие Майдана, она должна продемонстрировать. Раз Лукашенко не побоялся арестовать матерых российских псов войны, то над либеральными блогерами, креативщиками и прочими людьми со светлыми лицами уж точно рука не дрогнет. К слову, именно так эту историю склонны трактовать в западных СМИ, всячески поддерживающих оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Версию белорусского официоза о попытке российского вмешательства там не поверили. А вот в то, что Батька устроил себе неплохой пиар на этой истории, верят охотно. В принципе, если в основе задержания российских ЧВКшников лежал именно этот мотив, то такой ход вполне мог бы сработать. Если бы не одно «но». Эффективен он исключительно тактически, на короткой дистанции и в преддверии выборов. А вот в дальнейшем сложившаяся ситуация чревата драматическим ухудшением российско-белорусских отношений. Не то, чтобы Александр Лукашенко не имел опыта торгов с Москвой, периодически имитируя поход на Запад ради выбивания очередных экономических преференций. В этом деле он как раз виртуоз. Но задержание российских граждан и выдвижение им обвинений в терроризме и попытки свержения государственного строя может переполнить чашу терпения Кремля. Особенно если учитывать то, что белорусская сторона проводит консультации с Украиной по биографии задержанных, а Киев просит о выдаче некоторых из них в связи с участием в конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов. Россия считает всех задержанных своими гражданами. И даже угрозы Минска выдать некоторых из них Украине могут существенно ужесточить позицию Москвы в отношении Лукашенко. Учитывая предшествующие трения по союзному государству, налоговому маневру и цене на нефть, а также реэкспорту в Россию санкционных товаров через Беларусь, ответные меры Кремля могут быть весьма серьезными. Я далек от мысли о том, что Лукашенко этого не понимает. А потому после выборов 9 августа и успокоения протестной активности в Беларуси от него стоит ожидать нового разворота в сторону Москвы. Вероятно, именно тогда российские ЧВКшники и будут переданы на родину. Собственно, определенные намеки на это прозвучали в обращении Лукашенко к народу 4 августа. В нем он заявил, что Россия, цитата, «всегда была, есть и будет союзником, кто бы не был при власти в Беларуси». Впрочем, наряду с этим в речи белорусского президента прозвучали упреки в адрес российской стороны во вранье в истории с ЧВКшниками и якобы забрасывание на территории Беларуси еще одной аналогичной группы. Даже если эта история завершится так гладко, осадочек, как говорится, останется. Не исключено, что после этого случая в Москве задумаются над заменой Лукашенко. Разумеется, не на кого-то из змогарской прозападной оппозиции, а на более лояльного России представителя чиновничьего либо силового блока. Причем, учитывая отношения к Лукашенко на Западе, при определенной подаче там могут быть не против подобной инициативы. Такие договоренности геополитических игроков ранее уже случались на постсоветском пространстве, пусть и не часто.